Книга «Открытым оком», первый том. Вопрос 554, тема взаимоотношения. Ефесянам 5.4. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Мы записали в толковании, что смех и шутка – это плохо. Чем плоха шутка, неужели нужно быть сфинксом в жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Златоуст растолковывает это в том смысле, что мы надсмехаемся над человеком, а тот разобидится, будет ссора, потом толчок в нос, удар и смерть. Притча 30.33. Потому что как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Сираха 8.5. Не шути с невеждаю, чтобы не подверглись бесчестью твои предки. Мы не знаем, допускали ли какие-то шутки святые, но когда родственникам кажется, что мы пошутили, то похоже, что были шутки у них. Но если всегда мы говорим только чистое слово, тогда нас воспринимают все серьезно. Бытие 19.14. И вышел лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но детьям его показалось, что он шутит. Притча 26.19. Так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил. Притча 14.13. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Матфея 12.36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Притча 30.17. Глаз насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Экклесиас 2.276. О смехе сказал я, глупость. А о веселье, что оно делает? Все этого не лучше смеха, потому что при печали лица сердца делается лучше, потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Лука 23.35. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал. Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Деяние 2.13.17.32. А иные, насмехаясь, говорили, а не напились сладкого вина. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Иакова 4.9. Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его, ибо есть смиряющий и возвышающий, как часто и сколь многие будут насмехаться над ним. Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. Беседа глупых отвратительна, и смех их в забаве грехом. Указанные места в Библии дадут нужное направление и изгиб губам. Субтитры создавал DimaTorzok